Здравствуйте, уважаемые господа! Я рад вас всех приветствовать сегодня на своем бесплатном вебинаре. Ну что, давайте начнем наш вебинар. Сегодня в Киеве началась весна, на улице потеплело, начали появляться люди с улыбками, появилось хорошее настроение. Естественно, я не могу быть безучастным к всему этому. Я считаю, что весна это начало магии, именно поэтому сегодняшний наш вебинар будет магический. Начать я его хочу с магических предметов. Каким образом использовать магические предметы и для чего они существуют? Сегодня я хочу еще раз показать вам четки, какие четки, для чего используются, можно ли использовать разнообразные четки. На эти вопросы я ответы дам. Также я вам расскажу, как заряжаются четки и как четки освещаются. Дам вам две мантры, которые помогут вам осветить и зарядить четки. Давайте я быстро поздороваюсь. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Я руководитель эзотерической школы Кайлас. Могу сказать, что наблюдая за информацией, которую дают другие люди обо мне, могу вам признаться, что я на самом деле не являюсь рептилией. Но тот, кто говорит о том, что я рептилия, большое спасибо. Я правда не знаю, может быть, действительно рептилия или там из класса каких-то друидов и так далее. Я просто об этом ничего не знаю. Но если есть доказательства, ну хорошо. Говорят, что они пахнут серой. Игорь, ты сейчас меня нюхал, я хорошо пахну? Не пахну серой, сказал. Значит, я все-таки еще на пороге. Также написано было, что я являюсь служителем ящеров, еще кого-то. Могу сказать, что если бы я был служителем ящеров, то они бы мне платили какие-то деньги. Но я могу признаться честно, мне никто ничего не платит. Я вынужден зарабатывать деньги самостоятельно. Жаль. Если вы будете знать адрес, как подписаться к ящерам так, чтобы они платили деньги, я с удовольствием рассмотрю этот вариант. Обещаю этим чудовищам из другой вселенной обязательно я им перезвоню. Естественно, я могу сказать, что в случае, если у человека появляется ощущение, будто он общается с ящерицами, ящерами, а также у него есть ощущение, что какие-то потусторонние силы общаются с ним, то я могу сказать, что у вас, скорее всего, небольшое заболевание психики. Возможно, синдром, какой-нибудь синдром шизофрении, допустим, там. Не буду оскорблять никого. Ну что, все-таки начнем. Итак, вы, наверное, хотели бы использовать эзотерику и хотели бы, наверное, использовать четки для подсчета чтения мантр, а также кодов. Сегодня я хочу сказать, какие я советую четки, где их можно купить, тоже скажу. Итак, начну я с четок куша. Выглядят они следующим образом. Это большие четки. Что такое куш? Куш – это растение, и дальше очень сложные такие есть вариации. Один из вариантов – это растение, которое растет под землю, растение, которое называется конопляное дерево. Это растение, оно имеет возраст очень большой. У него нет ни семян там, ничего. Корень у него длинный. Один раз в году этот корень отпочковывается, и там появляются вот такие бусинки. После этого корень обкапывают, достают эту бусинку, носят на шею для того, чтобы человеку везло. Второй вариант – это четки лотоса. На самом деле я могу сказать, что это не похоже на четки лотоса, так как у них лотос он маленький, а здесь очень большого размера сами семечки. Могу сказать, что это, скорее всего, все-таки семена чьи-то. Когда я находился в Индии на семинаре или фестивале Кумбхамела, я спросил у одного человека, который знает, что это такое, и я ему сказал, какую функцию имеют эти четки. И он сказал, это четки, которые дают человека везение, или делают человека очень везучим. Они называются четки и называются куша. Что такое куш? Наверное, вы слышали, в народе есть даже такая пословица – сорвать куш, или выиграть в лотерею, или собрать большое количество везения в одну точку. Так вот, данные четки являются артефактом. Их необходимо не носить на себе, а необходимо выложить в том месте, где находится ваш офис, магазин, или дом, или рабочий стол. Для чего? Они, по идее, должны приносить человеку тотальное везение. Таким образом, вы сможете сорвать куш, или обрести ситуацию, в которой вы будете в выигрыше. Поэтому, если у вас, допустим, сейчас суд, или у вас какие-то проблемы, вам кто-то должен подписать какой-либо документ, вы не можете это сделать. Вы можете четки куша носить на себе, а также можете их хранить в том месте, где вы занимаетесь эзотерикой. У меня вот здесь алтарь находится с правой стороны, там поднос ритуальный. Ритуальный. На нем лежат четки куша, также лежат монетки. Кто-то украл оттуда моих очень красивых аватарчиков. Очень зря, потому что и не украл, а положил за них монетки. Ну, конечно же, можно пострадать и посочувствовать тем людям, которые это сделали, потому что сейчас я, конечно, их за это накажу. Каким образом, я рассказывать не буду, но точно они от этого точно ничего не приобретут. Дальше. Очень интересное есть растение, оно очень ядовитое. Прочитать о нем можно в интернете. Это растение называется четочник молитвенный. Это растение произрастает на территории Индии. Один раз в году в нем появляются вот такие семечки. Данные семечки являются ядовитым растением. Если растереть данную семечку в порошок, и этот порошок съесть, то, скорее всего, будет очень сильное отравление без смертельного исхода. Также могу сказать, что данное растение является очень широко распространенным на территории Индии для тех, кто занимается магией. Считается, что если на человека есть какое-либо энергетическое воздействие, а также считается, что если человек человеку не везет, то он должен подсчитывать свои мантры или молитвы, используя вот такие четки с бусами из вот этого четочника молитвенного. Очень рекомендую. Все эти четки можно приобрести на нашем сайте, который называется kailas.market или на сайте kailas-market.com.ua Следующие четки сделаны из растения джьянти. Это растение произрастает на территории Индии. Это растение по-другому называется растение победителя. В случае, если человек устал, ему ничем не хочется заниматься в жизни, в случае, если у человека есть тотальное невезение, нежелание что-то делать, если он начинает заниматься бизнесом, продажами или услугами, и у него ничего не получается, я рекомендую одеть на себя эти четки или использовать их в ходе своей медитации, или носить в кармане. Для чего? Данные четки делает человека победителем. Он может побеждать в споре, у него будет хорошая торговля, он сможет увеличить свою энергетическую потенцию, быть более удачливым, принципиально более везучим, быть более предприимчивым, быть менее уставшим. Очень красивые бусики, очень приятные на ощупь, очень рекомендую. Следующее растение, следующие четки, называются рудракша. Это четки индийского можжевельника, или четки, сделанные из можжевеловых шишечек, они сверху обработаны, очень красиво они выглядят. Что такое рудракша? Рудракша – это символ верности. В случае, если человек носит, или женщина, допустим, любит мужчину, то она дарит ему вот такие четки, для того, чтобы он их носил, а также использовал в ходе чтения мантр. Почему? Таким образом мужчина всегда верен будет своей женщине, будет всегда настроен на то, чтобы у него была семья. В случае, если вы не хотите изменить свои религии, изменять своей семье, или изменять своему направлению жизни, то тогда вы можете использовать данные четки рудракши. Они делают человека верным, делают человека постоянным. Фактически представляют собой элемент любви. То есть, когда вы такие четки, занимаетесь такими четками, вы в свою жизнь привлекаете любовь. Любовь, верность, служение, везение – очень хорошие четки. Мне очень нравится рудракша, хотя я сам не использую такие четки. Следующие четки сделаны из материала семена лотоса. Семена лотоса, как известно, делают человека мудрым, а не белого цвета. Я сейчас чуть-чуть их размотаю. Семена лотоса, а не белого цвета. На ощупь они очень приятные, немножечко пористые. Считается, что если человек использует семена лотоса, он останавливает старение свое, а также делает себя мудрым, отвечает на все вопросы. Особенность всех четок заключается в том, что их необходимо определенным образом зарядить. Так вот, четки лотоса, они не заряжаются, как все остальные четки. Их необходимо заряжать при помощи определенной мантры. Ом пхур пхувах сваха, таца витур намаха. Ом пхур пхувах сваха, таца витур намаха. Почему? Четки лотоса, они фактически являются четками накопления или вместилищем сатвической энергии, или по-другому, энергии солнца. В случае, если человек практикует использование данных четок для себя в ходе медитации, то он обретет белую дорогу жизни. То есть в его жизни не будет никаких проблем, драм, у него всегда будет материальное благополучие, всегда будет везение в жизни и так далее. Я не использую такие четки. Какие же я использую? Я использую четки, сделанные из янтаря. Так как я считаю янтарь камнем, который делает человека милосердным и добрым. И такое качество, которое в себе развило, это качество милосердия и доброты, пусть это покажется, наверное, странным, но в свое время такого качества как раз мне и не доставало. Я очень долго пытался найти качества, которые мне необходимо у себя развивать, и в свое время понял, что милосердия и доброты мне не хватает. Поэтому на протяжении жизни я стараюсь всеми путями увеличивать в себе качество доброты и милосердия к окружающим людям и по отношению к себе. Следующие четки, они называются четки из агата. Считается, что если человек просто перебирает такие четки в своей руке и думает о человеке, который должен ему денег, или думает о каком-либо человеке, то этого человека появляется после этого угрызения совести. Его начинает мучить то, что он вам сделал плохо. В случае, если кто-то с вами ругался, и вы хотите, чтобы этот человек страдал от того, что он сделал вам больно и нехорошо, вы можете просто думать о человеке и перебирать эти четки. Также в случае, если вам должны денег или должны вам что-либо в жизни, вы можете использовать данные четки, перебирая их, думая об этой проблеме, так как данные четки, которые сделаны из оникса, они убирают проблему у человека навсегда, только за счет того, что вы будете ими пользоваться. Каким образом можно зарядить четки? Четки можно зарядить следующим образом. Их необходимо вначале очистить. Очищение происходит, если человек произносит мантру. Сейчас. Если человек произносит мантру. Сейчас для четок. Омруцераманай праватай хум. То есть я провожу несколько раз по четкам рукой и произношу. Омруцераманай праватай хум. Омруцераманай праватай хум. Омруцераманай праватай хум. И дую на них. Таким образом четки становятся моими. После этого я читаю вторую мантру. Марамара биманакарама хазава хум. Марамара биманакарама хазава хум. И тоже дую. Таким образом четки становятся благословленными и чистыми. И после этого можно начитывать какую-нибудь мантру. Допустим, мантру для того, чтобы люди ко мне хорошо относились. То есть, допустим, «Омьеха ухах», «Омьеха ухах», «Омьеха ухах», «Омьеха ухах», «Омьеха ухах», «Омьеха ухах». После этого дую еще раз. Теперь каждый раз, когда эти четки будут находиться в моем кармане, то у меня не будет или будет становиться меньше людей, которые по отношению ко мне будут чувствовать ненависть, нелюбовь и злость. Вот так происходит работа с четками. Существуют древние тексты. Один из древних текстов, моих любимых текстов, это, конечно же, Тора. Я могу сказать, что в Торе есть информация, конечно же, противоречивая. Почему я в свое время выбрал эту книгу? Ну, очень много книг есть, которые я читаю. Мне нравится духовная литература. Я многократно прочитал Тору, многократно прочитал Библию, многократно прочитал Панишады, Татхарваведы, ведические книги. Я могу сказать, что мне очень нравится Тора, особенно ранее Тора. Я могу сказать, что в Торе, когда ты ее читаешь, есть очень большое количество рецептов, которые помогают человеку что-либо изобрести. Так я соединил рецепт, который указан в Торе. Это необходимо взять оливковое масло фемиам египетский, после этого кассию, после этого аир болотный, после этого корицу определенной пропорции и взял с другого учебника, который называется Торуаведы, где необходимо добавить еще 6 ингредиентов для того, чтобы изготовить определенное масло. Это определенное масло считается маслом, которое может сделать человека сразу же привлекательным в глазах других людей. Если такое масло и помазать им какой-либо предмет, то такой предмет его хотят купить. Если помыть какой-нибудь, если им этим маслом помазать что-нибудь в квартире, то эта квартира становится чистой, человек становится, люди, которые живут в квартире, им нравится там находиться. Если человек намажет себе лоб, то у него исчезает обида на кого-либо. В случае, если мазать руки, то тогда человек становится привлекательным для другого человека. И считается, что такое масло, оно наделено определенной формой энергетической, энергетической делающей человека, тотально очень привлекательным, а также везучим и так далее. Я могу сказать, что я такое масло сделал. Оно на цвет темное, по вкусу очень необычное, его пить не нужно. Я, скорее всего, такое масло начну продавать очень скоро. Я его придумал сегодня. Оно имеет цвет такой темненький, запах очень необычный, очень необычный запах. С чем можно сравнить? Ну, очень необычно пахнет, я даже не знаю, чем его можно сравнить. Чем он пахнет? Давайте я хорошо намажу. Сейчас рядом находится Игорь, он скажет. Знакомый запах, не могу понять, что это. Говорит, знакомый запах, не может понять. Корицей пахнет, наверное. А, точно, точно. Он немного пахнет корицей, хотя на самом деле не особо. Он пахнет кассией травой. Кассия трава имеет небольшой выраженный лимонный запах. Давайте Женя намажем. Отходи, Игорь, от света. Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, о порошке чандан и джагар, если правильно его назвали. Есть ли он в продаже в нашем магазине, где именно? Спасибо за ответ. Насколько я знаю, порошок чандан есть в нашем магазине. Это порошок, сделанный из разных специй индийских. Порошок чандан, его используют в ходе того, когда человек читает какую-нибудь мантру. Допустим, если человек многократно произносит Ом Мондро, Ом Мондро, и после этого сто раз произносит Ом Мондро, смешивает со слюной порошок чандана и ставит точечку у себя на лбу, то в том случае, если его начинают люди видеть, то он обретает в их среде сумасшедшую привлекательность. Таким образом, точка, которая делается при помощи порошка чандан, ну типа делает человека умнее, очищает. А если вы знаете мантру и ставите точку, то тогда еще и имеет определенные магические свойства. Вот так. И все присутствующие. Здравствуйте. Пожертвование внесло. Вопрос. Чем мне заниматься в жизни, чтобы денег появилось достаточно много и была хорошая работа? А нужно просто понять, вы хотите работать или чтобы денег много появилось? А ну-ка скажите, есть ли люди, которые работая на кого-то, смогли заработать сумасшедшие огромные деньги? Давайте я вам скажу. Как правило, такого не бывает. Дело в том, что во власть вы не проникнете, потому что там чьи-то дети, а также у вас нет таких качеств. Ну, кто-то же у власти находится. Но тех людей, которые у власти, их же недостаточно много. И очень часто человек задает вопрос, Андрей Андреевич, как мне стать богатым? Я могу сказать, что это неоднозначный такой путь. И для того, чтобы этот путь все-таки пройти, человеку необходимо начать вот с чего. Я могу сказать на 100% то, что делает многих людей богатыми людьми. Это два качества. Первое качество – это трудоспособность. И второе качество – творчество. Я считаю, что человек творческий, он в дальнейшем будет обязательно богатым. Но развить у себя творчество несложно. Я могу сказать, что необходимо заниматься творчеством и подходить к бизнесу или к чему-либо творчески. Также я могу сказать, что мы перешли как раз в тот период времени, когда любое изготовление чего-либо человеком является преимуществом. И человек, который на сегодняшний день станет сам производить хоть что-либо, просто делать это начнет, стараясь делать это более-менее похожим на то, что уже существует. Допустим, приехал на морской курс мужчина и говорит, мы начали делать консерву, тушенку, у нас есть предприятие, есть еще что-то. И мы, в общем-то, очень неплохо начали зарабатывать. Андрей Андреевич, большое спасибо, потому что вы посоветовали заниматься тушенкой. Я попробовал тушенку, она очень вкусная, прямо очень вкусная. Скажите, если тушенка вкусная, ты будешь ее второй раз покупать? Ну, конечно, и второй, и третий. А если люди, которые любят тушенку, я могу сказать вам, что есть люди, которые любят тушенку. Это бывшие военнослужащие, люди, которые там заморачиваются приготовлением пищи. Это холостые мужчины, которые купят банку тушенки, сварят там кашку какую-то и после этого хорошо покушают. То есть нет смысла там ожидать, варить и так далее. Естественно, чем нужно начать заниматься? Начните заниматься творчеством. Также найдите мои советы, которые указаны на сайте дуйко.гуру. Там есть советы по развитию надсознания, а также по развитию быстрого сознания у человека. Там их 10 этих советов. Вот используйте все вот эти методы, все 10 советов для того, чтобы развить свое сознание, сделать так, чтобы оно было у вас более быстрым, более эффективным. Чем может человек заниматься? На сегодняшний день человек может заниматься всем, если он этого хочет. Человек говорит обычно, Андрей Андреевич, а у меня ничего нет, я не знаю, с чего начать. Ну, пройдите мой семинар, который называется «Эзотерика в бизнесе». Купите семинар, который называется «Советы по привлечению денег». Как он называется у нас «Концепция бизнеса» или как у нас этот семинар называется, не помните. Андрей Андреевич, подскажите, где меня больше ждет успех в сетевом бизнесе? В китайской корпорации «Новая эра» это натуральные БАДы, реально помогают наладить здоровье. Но люди не верят, и другая сетевая компания это «Гринвей», там салфетки, микроволн по доступной цене. Что меня ждет в будущем? Я могу сказать вам, если вы будете заниматься сетевым бизнесом, вы денег не заработаете. Ни в одной компании, ни в другой компании. Поэтому, если вы хотите развить сетевой бизнес для кого-то, знайте, рано или поздно он обвалится. А для того, чтобы вы начали все-таки заниматься чем-то, сделайте свой сетевой бизнес, если уже на то пошло. Мне кажется, я делаю глупости то, что вам отвечаю, потому что вопросы у вас уводят от общей темы. Я хочу купить масло, спасибо за новые разработки. Я сделаю такое масло, но мне стыдно его продавать. Оно, скорее всего, будет называться «Масло Андрея Дуйко». Масло Андрея Дуйко, и будет внизу подписано счастье. Это будет масло располагаться в эзотерических товарах. Я сделаю масло с квискалисом. Когда-то я это рассказывал в семинаре «Эзотерический пикап». Там я объяснял, что если взять квискалис, сварить оливковое масло и сварить этот квискалис, то, используя данный квискалис, смазывая бедра женщине или бедра мужчине, то женщина или мужчина, с которым после этого вы начнете совместную жизнь, скорее всего, от вас никогда не уйдет, будет смотреть только на вас, думать будет о вас и так далее. Там, я насколько помню, необходимо горчичное масло и растение квискалис. И после этого, если сварить, и после этого использовать, смазывая бедра, то мужчина после этого перестает смотреть на чужих женщин, все время сосредоточен на том, чтобы думать только о своей жене, ну и так далее, и так далее. Андрей Андреевич, подскажите, можно ли отрезать двойника другому человеку? Нет, нет, детям нельзя, на расстоянии тем более. Весенний привет из Кирова вопрос. Слушала мантру Манибхадры полной весы почти месяц и каждый раз засыпала. Как отобразится на мне? Можно ли так слушать мантры? Можно. Позитивно отобразится. Ученица первой ступени. Пожалуйста, проведите сегодня посвящение. Хорошо. Пустите меня, пожалуйста, в круг. Только-только во время вебинара. Не могу сказать, все получается. Суд выиграло. Клиентов по аренде отбоя нет. Ура. Строительная компания вернула мне часть своего долга. Мантры заклинания работают. Андрей Андреевич, как я могу получить у вас духовное имя? Осталось поправить свое здоровье. Рекомендуйте, пожалуйста, как восстановить здоровье после гормонального сбоя. Друзья мои, все вопросы согласно купленным билетам. Сегодня вопросы по эзотерике. Если вы хотите улучшить свое здоровье, я вам сегодня дам цифровые коды. Вот случайно оказалась здесь страничка с цифровыми кодами. Я вам сегодня их расскажу. Дам совершенно бесплатно. И вы сможете улучшить свое здоровье. А также финансовый успех и так далее. Расскажите, пожалуйста, как правильно повышать свои вибрации. Итак, продолжаем. Следующий предмет, этот предмет называется ваджр. Выглядит он следующим образом. Что такое ваджр? Ваджр – это молния сознания. Вот смотрите, вы, допустим, когда-то прошли мой семинар. И там во время проведения этого семинара я сказал, что в тот момент, когда вы хотите, чтобы о вас начал думать человек, вам необходимо взять растение, толстянку, сорвать с растения толстянки свой листочек, положить его себе в рот, после этого удерживать его языком и думать о человеке или вспоминать о человеке, но не произносить при этом «позвони мне», а просто думать или вспоминать, как вы его когда-либо видели, этого человека. В этот момент у человека будет появляться желание вам позвонить. И здесь вопрос, а что будет, если этот человек не позвонит? А если человек не позвонит, это будет говорить о том, что у вас не хватает психической энергии. Тогда что необходимо сделать для того, чтобы ее хватало? Необходимо использовать ваджр, вот такой предмет. Но для того, чтобы пользоваться таким предметом, необходимо знать, как его заряжать. Объясняю, как заряжать ваджр. Необходимо представить, будто вот этот шарик, который находится в середине, это настоящее солнышко. Я убираю этот предмет, представляю, будто ваджр в середине – это настоящее солнышко. Представил, будто в ваджре солнышко. Делаю вдох, делаю выдох. Теперь я представляю, будто от солнышка идут два лучика. Один из них идет вверх и выходит из точки ваджра, и другой идет вниз и выходит из точки ваджра. Теперь я представляю, будто отворачиваюсь и представляю, будто я в руках держу вот такой посох, в котором я вижу в середине солнышка и вижу два лучика. Один идет вверх, другой вниз. Держу это левой или правой рукой все равно. и после чего кладу листочек толстянки себе в рот и думаю о человеке. Теперь у меня увеличивается психическая энергия за счет того, что я использую артефакт или атрибут эзотерики, который называется ваджер. Скажите, это полезно или нет? Для того, чтобы у вас мантры работали лучше, необходимо перед собой положить или расположить вот такой вот атрибут, или необходимо его держать в руке в виде атрибута. Таким образом вы сможете увеличить свою психическую энергию, не увеличивая ее принудительно при помощи каких-то эзотерических практик. Пожалуйста, в интернете можно подзаработать дополнительно к пенсии? Пробовала, но везде обман. Спасибо. У нас есть в эзотерической школе Кайлас присутствует партнерская программа. Она очень эффективно работает. Есть люди, которые на ней зарабатывают большие деньги. Выбирайте работу в моей партнерской программе, и сделайте это прямо сегодня. Очень все удобно. Найдите кнопку участвовать в партнерской программе, изучите ее. Там есть видео, а также текст, который вам поможет понять, чем необходимо заниматься. И после этого можете заниматься. Я ученица первой ступени. Пишет Элизабет Шин. Я первый год замужем. Мой муж индуз, и мы живем в одной квартире с его родителями. Но он сказал, что если мы переедем, то в один дом с его родителями. Один этаж им, один нам. И никак иначе. Мое мнение его не интересует. Как изменить его мнение? Как отрезать его от этого мнения? Отрезать, забудьте слово. Если вы что-то будете делать, отрезая, отрезать родителей, отрезать мужа, то вы покинете или не сможете в дальнейшем жить с этим человеком. Что необходимо сделать? Я хочу сегодня специально прочитать вот такое письмо. Я сейчас включу себе другой IP-адрес, для того, чтобы войти в Яндекс.Почту. Чтобы войти в VPN. Почему? Потому что я не готов голосовать за нынешнего президента в Украине. И это связано с тем, что этот человек в свое время ограничил доступ к свободе слов, запретив общаться людям в ВКонтакте, а также в Одноклассниках и со многими русскими сайтами. Он не дает мне общаться с моей мамой ВКонтакте. Ну что это такое? Разве он имел право это сделать? А также пользоваться моей почтой. Я считаю, что когда человек ограничивает свободу слова, то этот человек не должен дальше находиться у власти. Ну и скорее всего не будет. Ну ладно, пока оно открывается, я все-таки вам должен рассказать. Итак, есть женщина, я сейчас ее письмо прочитаю. Она в свое время мне написала Андрей Андреевич. Я сейчас это письмо уже открываю. Я его все-таки вам прочту. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот такое письмо. Очень интересно. Я должен вам его прочитать. Таких писем я очень много получаю. Сейчас начну сначала. Показать цитирование. Сейчас. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я не буду, естественно, произносить фамилию этой женщины. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Воспитанница детского дома Екатерина. Очень рада, что у меня появилась возможность написать вам. Спасибо за очень полезную информацию в YouTube. Не знаю даже, как вам выявить благодарность. За все хотелось нет возможности. Возможно, вы не ответите. Я сирота моего детства. Я немножко буду пропускать. Мое детство пролетело незаметно. Отца убили, когда мне был год на глазах. Мама умерла от пневмонии легких. Брат постоянно сидит за воровство. Наркоман. Сестры меня не любят. Отзывчивая забота. Всегда помогала сестрам, несмотря ни на что. И брату. Три года назад у меня с мужем пошел жизненный перелом. Из счастливой семьи не осталось ничего, кроме любимого сыночка. Данилу 11 лет. Пять месяцев сделали на сердце операцию. С мужем живем вместе с 2004 года. Ну, немножко дальше. И дальше она мне пишет, что на меня постоянно влияют моя сестра. Все очень плохо. Очень сильно влияние воздействия. Это бесконечное влияние воздействия мужа. Мои сестры на меня начали. Я обижаюсь на своих сестер, потому что они всегда делали влияние и так далее. Я ответил и ответил следующим образом. Для того, чтобы вы были счастливы и богаты, вам нужно. Первое. Начать обожать своих сестер, чтобы они не делали то, что они делают. Второе. Начать обожать своих родителей, какие бы воспоминания вас не мучили. Третье. Начать обожать своего мужа, каким бы он ни был. И еще нет на вас никаких порчей и всего остального. А тетя, там в письме написано, что тетя, которая вам глупости пишет, а тетя ей сказала, что все умрут, если она не заплатит. Ну, как всегда. Я ей дальше написал, не знаю читать вам. Пошлите ее матом от моего имени. Скажите, что на нее подадите заявление в полицию за мошенничество и ничего не боитесь. Также проходите первую ступень моей школы и становитесь другим человеком. Прошло несколько недель, и мне человек ответил. Сейчас я зачитаю. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хочу выразить вам свое огромное человеческое спасибо за ответ на мое предыдущее письмо. После вашего ответа в нашей семье много чего разъяснилось. Я столько лет мучила себя одним вопросом. Но этот вопрос звучал так. Почему сестры на нее влияли и так далее? А почему там в моей жизни все плохо? Дальше напишет. И после вашего ответа все становится на свои места. Спасибо вам. Сразу не смогла вам написать, так как было немного в шоковом состоянии. Очень много чего произошло. Знаю, верю, что все происходит только к хорошему. Хочу побывать у вас с семьей на морских курсах. Ну, как говорится, всему свое время. Еще раз от нашей семьи огромное спасибо вам. Хотели заказать вашей компании талисман, денежную купюру. Скоро купим. Казахстан, Петропавловск, как оформить заказ и так далее. Одним словом, вот такое письмо. Вы представляете? То есть человек, для того, чтобы у человека в жизни что-то изменилось, допустим, а как же это можно связать с девочкой, которая живет с индусом, и он говорит, что необходимо куда-то переехать. Начните обожать родителей. Начните обожать мужа. Начните восхищаться им. Но говорите иногда слово «но». Ой, ты такой молодец. Я так рада. Мы с удовольствием будем жить. Но мне тесно. Я очень хочу с тобой жить, но хочу ходить голой. Мужчина не против. Но для того, чтобы голой ходить, а вдруг родители зайдут. Знаете, и вот таким образом вы сможете быть тем человеком, который будет восхищаться, будет все делать, как мужчина скажет, но и дальше делать то, что вы захотите. Я ответил на вопрос. Без восхищения ничего не получится. Подскажите, как продать квартиру в новостройке. Смотрим, договариваемся, задатки и все. И так уже несколько раз. Можете согласиться, радовались. Друзья мои, я хочу вам дать совет. Для того, чтобы продать квартиру, а также для того, чтобы что-либо сделать в эзотерике, вам необходимо быть эзотериком. Это необходимо поставить на первое место. А для того, чтобы быть эзотериком, нельзя быть просто человеком с улицы. Начните заниматься эзотерикой, занимайтесь ей профессионально. Для того, чтобы делать это профессионально, пройдите первую ступень школы Кайлас и вторую ступень школы Кайлас. Они именно сейчас выложены на сайте YouTube, совершенно бесплатно на моем канале. Не будьте людьми, которые делают шарики из какашек. Делайте сами какашки. А то вы снимаете пенку, знаете, и делаете неправильно. Будьте тем человеком, кто разбирается, тот, кто не перекладывает на себя ответственность. Знаю ли я, как вам помочь? Да я вообще все знаю. Я знаю, как продать, знаю, чтобы продавалось многое. Я знаю, как стать богатым, знаю, как сделать так, чтобы везло. Знаю, как жить в мире со своей семьей. Знаю, чтобы дети не болели. Чтобы дети умными были. Знаю, чтобы там и дальше, что только я не знаю. Как вылечить, как изменить, как поменять и так далее. Но я здесь сижу не для этого. Я здесь сижу для того, чтобы вы могли этому научиться сами. А не делать так, чтобы... Андрей Андреевич, ну-ка подскажи. Задайте себе вопрос, для чего мне это делать. Вот четки я объясняю, каким образом там их зарядить и так далее. Почему я это делаю? Вы перейдете на сайт, после этого купите эти четки у меня. Понимаете, я на этом заработаю деньги. А как продать квартиру? Зачем мне это? Нет, ну серьезно, зачем мне это? Или вы думаете, я милосердный человек и готов помочь всему миру? Да нет, я к миру вообще никакого отношения не имею. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я постоянно падаю. Происходит будто провал сознания. Есть ли какие-то методы помочь себе? Методы есть. Вам необходимо пойти и сделать МРТ коры головного мозга, а также сделать энцефалограмму. После этого, когда появится четкий диагноз, на фоне диагноза, на фоне того анамнеза, который у вас существует в вашей жизни, будет поставлен диагноз, и после этого можете обращаться и сказать, у меня энцефалопатия коры головного мозга, вегетосудистая дистония, или у меня там стеноз сосудов, или у меня там еще что-то, ишемическая болезнь. И после этого задать вопрос, как вылечить ишемическое заболевание мозга, допустим, или Альцгеймера, или еще там чего-либо. Подскажите, можно ли помощью эзотерики избавиться от очень болезненного мозоля на косточке пальца на ноге? Конечно. Открываю свою новую книгу, которая называется «Магия лечит». И здесь пишу мозоль, да? Мозоль. Сейчас посмотрю, есть у меня тут мозоль. Дистония, 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 дистония. Как избавиться от такого мозоля? Необходимо взять медную монетку, потереть одной стороной об одну часть ноги, другой стороной об другую часть ноги, после чего взять эту монетку и закопать на перекрестке. Таким образом мозоль можно убрать. Нахожусь сейчас в подвешенном состоянии, не понимаю, как мне поступить. Надо ли мне продолжать общение с мужчиной, который предупредил, что не сможет мне звонить пару дней, и уже прошла неделя. Жду на перезваниваю. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл звонить? Если можно, расскажите, есть ли позитивно счастливое развитие у наших отношений. Будем ли мы вместе? Вы, скорее всего, сможете еще общаться, и это общение у вас продолжится до сентября месяца. Но после этого, скорее всего, вас будет ждать разрыв отношений. Но вы можете не отчаиваться. Через два года, в 2021 году, вы выйдете замуж, будете с этим мужчиной счастливы и проживете всю жизнь. Я это говорю не для того, чтобы вы сейчас начали мне задавать такие вопросы. Отвечаю. Я поражена, решила проверить предсказания по поводу Италии. В это невозможно поверить, но 29 марта 2019 года в Италии столкнулись два поезда, пострадало более 50 человек. Да, так и есть. На одном из семинаров я сказал, что после Нового года в Италии произойдет столкновение поезда, или поезд сойдет с рельс, погибнут люди. И сейчас эту тему раздули. Бывает и такое. По поводу предсказания следующего президента Украины я сказал, что будет седой. Но вы знаете, у нас так получилось, что у нас седым является и один, и другой. Один тот, который З, является седым и красится, а другой, который П, у нас не седой и не красится. Ну, я обожаю этих людей. Я и за З, и за П. Если бы можно было бы, я бы поставил обоих президентов президентами. Один бы пусть руководил одной частью страны, другой бы другой. Также Верховная Рада могла бы руководить. А потом бы сравнивались. У кого какие успехи и к чему довело управление одного с одной стороны, управление другого с другой стороны. Ну, вы представляете, как интересно и как это прекрасно. А то, получается, управляет, управляет, а отвечать никто ни за что не будет и не хочет. Даже есть такие у нас законы, которые, если ты что-нибудь украл, и ты у руководящей должности, то ты не несешь никакой ответственности. Очень удобно. И с сегодняшнего дня серьезно начинаю подумывать о том, чтобы начать заниматься все-таки политикой в Украине. Понимаете, было бы очень неплохо. Почему? Я бы мог убирать этих людей, они бы даже не подозревали. Помогите остановить маточное кровотечение. Практика первой ступени не помогает. Я прошла первую обновленную ступень. Открываю маточное кровотечение. Любое кровотечение будет остановлено, если соединить первый-второй палец правой руки в кольцо. И первый-второй палец левой руки, вернее, в кольцо. И поверх этого пальца приложить второй-третий палец правой руки. И после этого подуть в место, там, где есть кровотечение. Делайте это в течение дня 3-4-5 раз. Также в случае, если у вас кровотечение есть, вы можете взять ключик от замка, нацепить его себе на поясницу на ниточки, и после этого развернуть его так, чтобы этот ключик висел у вас сзади, между бедер, в нижнем белье. Андрей Андреевич, дети не дружат, взрослые уже. Как можно наладить эзотерические? А проходите первую ступень, я объясняю, как это делать. Для того, чтобы наладить отношения между людьми, необходимо запустить между ними кровь. Необходимо представить, будто два человека, между ними имеется одно кровоснабжение. И после этого видеть, как кровь к одному перетекает через голову, а потом к другому перетекает через ноги. И после этого они обязательно помирятся. Андрей Андреевич, я ученица школы, член РТ. Скажите, какое время в этом году самое благоприятное для заключения брака? Спасибо вам огромное. Самое лучшее время для заключения брака в этом году, это первое, второе, третье, четвертое, пятое, и шестое сентября. В этом году это самое лучшее время для заключения брака. Я бы рекомендовал пятое число. Самое плохое, а еще хорошее число в этом году, это 8-10 июня. Вот так. Плохое время в апреле. Андрей Андреевич, здравствуйте. В этом году пост Доша красный или желтый? Красный, насколько я помню. Прошла первую ступень, у меня две дочери. Обе не замужем, выйдут, а я почем знаю. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, имеют ли зубы мудрости какое-то эзотерическое значение? И нужно их удалить, если они не выросли? Конечно, если они вам мешают и деформируют вашу челюсть, их лучше убрать. А вот молочные зубы имеют эзотерическое свойство защищать человека. В случае, если у ребенка выпал зуб, особенно если это клык, допустим, или передний резец, не торопитесь выбрасывать такой зуб. Сделайте из этого зуба талисман, вложите его в какой-нибудь талисманчик, и пусть ребенок в дальнейшем носит. Такой талисман сделает этого человека очень везучим, счастливым, очень целеустремленным. Практически никогда этот ребенок не станет не алкоголиком, а также у него появится дар в математике. Также не обязательно носить этому ребенку такой зубик. Этот зубик необходимо сохранить и положить. Если в серебряный талисман, дар в математике. Если в золотой талисман, то дар к сочинению стихов, к пению, к танцам. Ну, если в инкрустированный какой-нибудь талисман, то очень будет нравиться людям. Не обязательно носить. А если будет носить, то обретет великую славу, почет и уважение. Также, если есть молочный зуб любого ребенка, особенно родного, и носить его на себе, то этот талисман является ключевым талисманом для защиты от зла. Считается, что детские, особенно детские зубы родных детей, они очень хороши для человека, которого ждет опасность, как оберег, защищающий человека от определенной опасности. Андрей Ильич, похожу вторую ступень. В моем окружении остались единицы. Это нормально? Конечно. Расскажите, пожалуйста, о четках ОМ. Если вы не успокаиваетесь, вы не можете никак расслабиться, не можете никак успокаиваться, вам необходимо использовать четкий ОМ. Они созданы для того, чтобы сделать человека более ровным, сделать человека или создать для него предпосылки, при которых он будет заниматься саморегуляцией эффективно. То есть будет успокаиваться быстро, высыпаться легче, психическое состояние будет улучшаться. Вот для этого необходимый четкий ОМ. Также, если в жизни не хватает радости и восхищения, используйте вот такие четкие с символом ОМ, который выписан на них. Подскажите, пожалуйста, как можно с точки зрения эзотерики и магии использовать сухие лепестки роз? Сухие лепестки роз. В случае, если у вас есть розы и сухие лепестки, вы можете взять подушечку и в эту подушечку вложить эти лепестки роз и на этой подушке спать. Считается, что если спать на подушке из лепестков роз, то человек очень долго сможет удержать свою молодость. Тибетская медицина говорит о том, что если соединить все компоненты растения розы, то человек получит эликсир вечной молодости. Для этого необходим корень, колючки, розовый цвет, а также высушенные листья и стебель. Считается, что данное растение, если его таким образом взять в равных пропорциях и варить из этого растения чай, то эзотерически сделает человека бессмертным. Также очень много и очень ярко говорится о крыжовнике. Считается, что крыжовник – это специальный, существует такой рецепт, который эзотерический, который считает, что крыжовник – это не растение с нашей земли, как ни странно. И считается, что крыжовник вылечивает абсолютно все заболевания. Считается, что ягода сушеная крыжовника лечит мозг, кожура от ягоды крыжовника лечит кожные заболевания лица, стебель крыжовника лечит туловище и заболевания легких, сок из крыжовника лечит заболевания кишечника и поджелудочной железы, листья крыжовника лечат кожу тела и убирает воспалительные процессы желез или желез. Корень крыжовника делает человека долгожителем. Каким образом необходимо приготовить вот такое вот вещество? Необходимо взять крыжовник и выкопать его вместе с корнем, когда он будет в самом разгаре своего цветения. После этого необходимо его высушить так, чтобы на него не садились мухи. Он должен высохнуть исключительно в темном месте, в сухом месте, так, чтобы не было ни плесени, его переворачивать. После этого очистить корень от земли и после этого все ингредиенты, включая высохшие ягоды, пересмотреть, чтобы не было нигде ни плесени, ни гнили. После этого сделать из этого всего порошок и использовать этот порошок в качестве чая. Считается, что если человек пьет такой чай, заваривая одну столовую ложку на стакан кипятка, то он может продлить свою жизнь на много-много лет. Вот вам от меня совершенно бесплатный вот такой рецепт. Скажите, это доступно для человека? Могу сказать, что очень мало людей, наверное, об этом знать. Точно, помню семинар, все ждала новостей насчет поезда, но надо же. Эх, подскажите, что можно сделать для привлечения невероятной популярности для своей музыкальной группы с помощью эзотерики? Пусть все, кто у вас в вашей группе музыкальной находятся, пусть все эти люди во время концерта вы просто так сделают талисманы и вкладут в эти талисманы три перышка птицы павлин, взятые у него из головы, из задней части головы, как бы корона павлина. Считается, что если человек вложит в талисман три передних перышка павлина и будет носить на себе данный талисман, это сделает его чрезвычайно популярным. Если же это будут носить все ваши ребята, то это сделает вас популярными. Сразу же вопрос, где можно приобрести павлини перышки? Их можно приобрести у меня на моем сайте, который называется кайлас-маркет. Вы можете перейти по ссылке и там ничего не найти. Вы можете связаться со службой поддержки и сказать, что я бы хотела приобрести павлини перья, и мы вам пришлем. Перышки должны быть маленькие, и они должны быть исключительно взяты у мальчика павлина в тот период, когда у него эти перья самые красивые. Они продаются, у меня такие перья есть, сам я не ношу. Спасибо за ответ по поводу падений. В 2013 году было кровоизвление в мозг на фоне врожденной мальформации сосудов. Ой, боже, обошлось без операции, сосуд затрамбовался. Ура! Если сосуд затрамбовался, не стоит бояться. Тем не менее, от головокружения я рекомендую периодически делать вот такое упражнение, чтобы не тромбировались сосуды, человек должен на протяжении дня часто кашлять. Сделайте вот такое упражнение и часто кашляйте. Просто садитесь и делайте так. Если человек на протяжении дня часто кашляет, то он таким образом очищает свои сосуды внутренние, и тромботизация сосудов не будет происходить. Также для того, чтобы в мозгах не происходила закупорка сосудов, существует практика йоговская, она достаточно закрытая, обычные люди ее не знают. Это движение рук, вот таким образом, от лба к затылку многократно с естественным дыханием. Если так делать на протяжении дня, 5 или 6 раз на протяжении дня, то у человека улучшается память, улучшается качество зрения. Все, подарил. Здравствуйте, подскажите, что делать, если не срабатывают коды? Неужели не хватает психической энергии? Сколько месяцев нужно практиковать коды? Есть код такой, называется обретение царской власти. И человек, который живет в однокомнатной квартире, работает в библиотеке, начинает практиковать этот код. Скажите, он может обрести царскую власть? Тогда что должно произойти в его жизни? В случае, если код тотально должен изменить вашу судьбу, знайте, что судьба человека, она не может тотально измениться до того момента, пока он находится в состоянии комфорта. Если вы желаете изменить свою судьбу так, чтобы она поменялась на 100%, то у вас старая жизнь должна разрушиться. Она должна разрушиться просто, однозначно, навсегда. А давайте спросим сегодня находящегося здесь моего друга, которого зовут Игорь Мочеренко. Вот он здесь находится. Вы, наверное, его хотите увидеть. Иди, Игорь, я тебе покажу. Он проводит Сангая, вы иногда его видите. Это один из первых учеников нашей школы, который остался верным до сих пор. Он до сих пор находится в школе. Уже 8 лет в этом году, 9 лет будет в школе. Видите, он с самого первого дня в школе, и до самого последнего все время находится рядом со мной. Давайте у него спросим, давайте вот я буду у него спрашивать, и он будет отвечать. Скажи, я разрушал свою жизнь специально для того, чтобы после этого заняться эзотеристской школой Кайлас? Да, да. Были много магазинов, было точки торговые, ювелирные, штук 15 их было. И все, и Андрей Андреевич все позакрывал. Я говорю, зачем? Он говорит, а я буду новое дело делать. Вот, видите. Все поразрушал, позакрывал, все в шоке были, все доединули. Ну, а что там рядом стояли вообще. Я тебе говорил когда-то, будешь рядом со мной, будешь богат. Да. Вот, видите, ты стал. Ну да, получается. Ну вот, это наш Игорь Мачеренко. Приходите к нему на СНГ. Спасибо большое. Хорошо. Я могу сказать вам, что для того, чтобы получить эффективность шума, вы должны понять, если шум или кот работает с вами эффективно, то должно быть нехорошо. Если ваша жизнь вас не устраивает, то что-то должно произойти, какое-то разрушение, обвал, падение, забирание, долги и так далее. Это правильно. Вы представляете? Как шумы работают? Человек говорит, сколько месяцев вы их слушаете? Я же не знаю, какой вы шум слушаете и от чего вы его слушаете. Человек говорит, неужели у меня не хватает психической энергии? Да я не могу понять, откуда вы ее берете? Вы что, в течение дня часами накапливаете психическую энергию? Вы наслаждаетесь картинами, слушаете прекрасную музыку, которая не вызывает стрессов. Вы на протяжении дня удивляетесь, восхищаетесь, любуетесь. Это у вас есть. Если у вас это есть и это у вас заложено уже, значит, вы накапливаете психическую энергию. Если нет, то где вы ее собираетесь брать? Только с пищи. Ну так надолго вас не хватит. Внутри этой ступени вы даете много мантр. Сколько времени их читать? Ну, несколько месяцев вы можете читать. Я больше года без работы. Прошла собеседование на работу мечты. У меня будет неделя испытательного срока. Что бы делать? Что бы наверняка получить подписание контракта? Возьмите три каштана. Носите их все время в сумке или в кармане. Таким образом получите эту работу 100%. Когда вас примут на работу, каштаны не выбрасывайте. Носите их еще какое-то время. Огромное спасибо за зеленую нить. Ношу два месяца. Боли прошли. Ставили ущемление в трех местах и двух грыжах. Никогда бы не поверила после всех болей, что были у меня. Спасибо за то, что вы есть в моей жизни. Большое, пожалуйста. Меня за то, что я в свое время выпустил семинар, который называется «Лечение зелеными нитками». Настолько сильно заклевали, вы даже не представляете. Мне писали письма. Мы тебя посадим. Мы заведем на тебя. Ты у людей забираешь возможность быть здоровыми. Этим людям необходимо делать операцию. Как ты можешь. Ты бессовестный. Я получаю сотни писем периодически, в которых пишут, что я мошенник, шарлатан, сволочь, убийца людей, шантажист и так далее. Я могу сказать, что из этого правда, а что неправда. Вот неправда в том, что это неправда. Вернее, правда в том, что все это неправда. А где же в этом всем правда? Я могу сказать, что зеленая нить помогает. Зеленая нить помогает, а они просто не разбираются в этом. Даже для тех людей, которые говорят, да мы не верим в эту всю эзотерику, это полная ерунда. Тогда хочу спросить у этих людей следующие слова. Вернее, хочу спросить, как бы задать такой вопрос. Скажите, почему одним людям везет, а другим не везет? А что, не бывает такого? Одному везет категорически, а другому не везет тотально. Тогда скажите, почему одному везет, а другому не везет? Является ли везение ключевым доказательством того, что эзотерика работает? Конечно. Вот можно научить человека везению, вы представляете? И после этого человеку будет везти. Почему? Потому что он что-то знает, что он прошел первую, вторую, третью и так далее ступени школы Кайлас. Рядом со мной, когда люди начинают жить, они начинают удивляться. Почему? У меня всегда все продается, у меня всегда везде все получается. Чем бы я не занялся, вот посетил поле, хотел посадить картошку, решил заняться бизнесом, чем бы я не занимался, это все обязательно начинает приносить хорошую прибыль, развивается, расширяется и так далее, и так далее. Почему так происходит? Потому что я эзотерик. Если я эзотерик, то я знаю все для того, чтобы у меня так получалось. Дочь живет за границей, потеряли все документы в папке, везде искали, без них она никто там. Где еще искать и найдет ли, девочка в отчаянии, даже на работу не возьмут. Пусть скажет, Андрей Андреевич, помогите мне, если она ученица первой ступени. И после этого на кухонный стол или кухонный стул прицепит шарфик красного или разноцветного цвета. И после этого на протяжении двух-трех дней найдет. Сдала документы на получение гражданства, но возникли некоторые мешающие нюансы. Получится получить гражданство? Получится. Скажите, с недавнего времени появилось много мозолей на подошвах, боль при ходьбе, обувь не меняла. Может, на порчу наступило? Можно ли эзотерически убрать это? Можно эзотерически убрать это? Проходите семинар, который называется «Избавление от сглаза и порчи» и сможете это все убрать. Ладно, надо вам что-нибудь сказать. Для того, чтобы не было вот такой проблемы, которая связана с мозолями на ногах, необходимо делать так. Необходимо взять сок алоэ, после этого смешать его, вот сколько алоэ сока даст, столько добавить туда виски, желательно ирландского виски, можно американского, там, Джек Дэниелс или какой-нибудь другой. И после этого вмокать салфетку, прикладывать к ноге и сверху бинтовать или накрывать целлофановым кулечком. Каждое утро ногу обтирать и выполнять это на протяжении 10 дней. Считается, что это полностью уберет вам все ваши мозоли. Вообще, мозоли говорят о том, что почки работают плохо, мозоли говорят о том, что человек становится ниже роста и у него плохо работают надпочечники. Для того, чтобы этого не было, человеку необходимы мои препараты Ренокс и второй препарат называется Тенторекс. Я ваша ученица приезжал с мамой в Крым. Вы мне поправили позвоночник после травмы, сбила машина, ужас какой. Сказали, что скоро я выйду замуж и рекомендовали покрасить волосы. Я так и сделала. Через два месяца познакомилась со своим любимым мужчиной. Сейчас мы ожидаем малыша и 17 апреля состоится наша свадьба. С уважением, Анастасия, город Ялта. Ура, товарищи! Молодец, Анастасия! Подкупленный человек. Там же потом обсуждают, знаете, в ютубе и пишут. Да это Дуйко, он всех подкупил. Все пишут спасибо, спасибо. За что ему спасибо? Он забирает ваши деньги. А у кого много денег у вас забрал, друзья мои? Как это я еще так много не успел забрать? Андрей Андреевич, железные кольца можно носить и на двух мизинцах, и на указательных пальцах? Можно. Что это за кольца? Смотрите, вас сегодня научу. Если человек одержим интимными отношениями, это мешает ему жить, то есть это одержимость блудом, то он должен выполнять такую медитацию. Зажимать большой палец левой и правой руки своими остальными пальцами. И вот в такой медитации медитировать, читать какую-нибудь мантру. Кстати, мантра, которую я сказал, убирает у человека заболевание позвоночника. Если прочитать на ночь от 30 до 50 раз, то после этого лечь спать, то утром позвоночник перестает болеть. Поэтому это заболевание, оно лечится мантрой. Вот рекомендую. Итак, если блуд мешает, необходимо удерживать подолгу палец большой, замкнутый всеми остальными пальцами. А если денег не хватает, необходимо брать мизинец и после этого зажимать этот мизинец левой и правой руки всеми остальными пальцами. И вот в таком положении рук смотреть телевизор. Это от блуда, а мизинец зажимается, чтобы были всегда деньги. Почему? Считается, что именно мизинец участвует в том, чтобы денег не было. Именно поэтому, когда ребенок рождается с кривым вовнутрь пальцем, мизинцем, это говорит о том, что это является хорошим знаком. И говорит о том, что этот человек всегда будет иметь деньги, всегда будет жить хорошо и всегда у него будет свое собственное имущество. Тем самым говорит о том, что у человека есть ситка, всегда быть богатым человеком. Ну что, вернемся все-таки. Итак, о чем я там рассказывал. Итак, лингам. Иногда мы видим вот такое изображение. Это изображение лингама. Для чего такое изображение есть? Если человеку ничего не хочется в жизни делать. Таня, принесите еще палочки, которые делает моя компания. Если человеку ничего не хочется делать, если человек лежит все время и ничего не происходит вокруг него, я рекомендую использовать вот что. Использовать лингам. Лингам это потенциал. Итак, допустим, у меня есть сын, и он не хочет работать. Что я должен делать? Я должен ставить вот такой лингам на тарелочку. И после этого брать вот так молочко, которое у меня находится в чашечке, приставлять своего сына и вот так сверху поливать сверху на этот лингам молочко, для того, чтобы оно здесь вытекало. После этого сливать из блюдца это молочко, после чего ставить вновь, приставлять моего сына и поливать. При этом произносить ничего не нужно. Если так делать и произносить моего сына, или вашего сына, или вашего мужа, или даже приставлять себя, то появляется большое количество и желание работать. То есть появляется желание начать создавать семью, появится желание хоть что-то в жизни делать. Ну, в общем-то, появится очень много возможностей у этого ребенка, появятся возможности работать, у него появится здравый смысл какой-то. Для того, чтобы сегодня я хочу вам подарить еще какой-нибудь код, для того, чтобы у человека появилось желание и возможности, вы можете делать так, представляете себя, льете молоком на такой лингам и произносите много раз слова «изволата тю», «изволата тю», «изволата тю», и думаете о себе. Если так выполнять, то обязательно у вас появится стабильный доход, а также в жизни будет появляться много денег, хорошая работа и так далее. По поводу каштанов, если три каштана носить у себя в кармане, то даже если не хотите менять работу или искать работу, работу найдете. Это все я говорил на одном из семинаров, это семинар у нас назывался, какой-то семинар, он выложен бесплатно в YouTube. Подскажите подробнее о четках победителю, почему в этих четках 101 бусина. Это ошибка. Это ошибка. Те люди, которые занимаются изготовлением этих четок, они обычно не связаны с религией. Это обычные люди из Индии, и они могут сделать там 101 бусину, 108, 50. Почему? Они не знают просто. Они делают их по размеру, чтобы они были небольшими и делают вот такое количество. Вообще это не принципиально 101 или 51. Почему их 108 обычно четок? Круг малый называется. Потому что считается, что если умножить 12 месяцев в году на 9 планет влияния на человека, то получится цифра 108. Это 108 совпадений в жизни, которые должны произойти для того, чтобы изменить жизнь человеку. Таким образом, прочитав мантру 108 раз, вы влияете на элементы совпадений, влияя на каждые из планет влияние на вашу жизнь и влияние на ваши знаки зодиака. Или ваши эти дома астральные. Астрологические вернее. Далее, все-таки по поводу колец. Я обычно говорю, что если у человека все не везет, если у человека не получается там зарабатывать, не везет с женихами, не получается еще что-то делать, то он должен одеть на указательный палец левой или правой руки металлическое кольцо. В случае, если у человека есть заболевание неизлечимое, пилонефрит, там заболевание почек и так далее, или там человек чувствует влияние негативное, то он должен одеть кольца металлические из железа на мизинчики. Скоро у нас на нашем сайте kailas-market будет, вернее kailas.market будут вот эти металлические колечки выложены. Являюсь учеником школы, благодаря за знания, все работает, жизнь меняется к лучшему. Ура! Скажите, я крещеный был в детстве, как мне сделали обряд раскрещивания. Если ли в школе такие практики, если да, то на какой ступени? Дам подробно мантру на четвертой ступени, мантру, которая помогает человеку раскреститься. Сейчас будет проходить четвертая ступень. Также завтра у нас будет проводиться сангая, во время сангая я обязательно проведу, постараюсь провести такой обряд раскрещивания для тех, кому это необходимо. Сдала документы на получение гражданства, ответил. Моя дочь увлечена работой, бровиста, принимает на дому, но клиентов и доходов мало, работу не может найти. Что же ей лучше? Скажите, пожалуйста. У меня не получается смотреть в прямом эфире четвертую ступень. Подскажите, она также работает в записи? Да. Также хочу сказать, что теперь у нас подход к тому, чтобы человек просматривал четвертую ступень, изменился. И люди, которые не зарегистрированы в нашей школе, и мы не имеем никаких контактов ваших, допустим, в нашей школе, вы изучали ступень, скачивая ее, или там три ступени прошли, скачивая, или еще что-то, то мы можем многим, скорее всего, отказать в участии в четвертой ступени. Поэтому я могу сказать вам, что даже в случае, если вы оплатите, есть такой вариант, что мы в дальнейшем откажем вам в том, чтобы вы участвовали в четвертой ступени и вернем вам деньги. Таким образом, я могу сказать, что школа наша начинает защищать себя от внезапных людей, а также от складчиков и так далее. Почему я так нацелен на то, чтобы убрать все семинары со складчиков? Это связано вот с чем. Я считаю, что несправедливо использовать меня в складчину, не давая мне возможность общаться с моими учениками, которые проходят эти семинары в складчину. Вот если бы меня не банили на этих складчиках, складчик.com, складчик.org, хомяки.ру, если бы на этих сайтах меня не банили, я бы мог свободно создавать чаты и пользоваться общением с теми учениками, которые прошли в складчину, я бы разрешил это делать. А так получается, почему они меня банят? Ведь это же мои заслуги. Получается, я имею право общаться со своими учениками, которые приходят в складчину. Пусть кто-то заработал деньги, но я же имею право. Почему я за то, чтобы это все присутствовало, чтобы люди зарабатывали деньги на моих семинарах, которые предлагают ВКонтакте, Фейсбуке? Я знаю, что это за люди. Но я могу сказать, что у этих людей ничего хорошего в жизни не будет. Это связано с тем, что существует правило такое, которое называется правило договора. Этот договор, я его сейчас зачитаю. Вы должны услышать просто, как я его создаю. Я часть фраз просто уберу. Договор начинается с определенных заклинаний. Дальше написано. Договор. Я такой-то, такой-то. Я обычно там могу написать. Я, допустим, тот человек, который провел складчину, или те люди, которые проводили складчину на протяжении 2018 года, забираю у Андрея Андреевича Дуйко его семинары в сумме и дальше придумываю эту сумму, допустим, 200 тысяч долларов. В случае, если я не выплачу деньги за складчину, которую я проведу, то это позволит Андрею Андреевичу Дуйко написать этот договор и поставить вместо меня мою подпись. В случае, если не верну эти деньги, то взамен я возвращаю свои качества. Здоровье, везение, любовь, счастье, молодость, успех в бизнесе, материальное благополучие, счастливую семью. И вместо этих денег. Также я гарантирую отдачу всех перевычисленных пунктов до того момента, пока не верну всю сумму полностью. И эти деньги буду я возвращать или свои качества отдавать на протяжении всей своей сознательной жизни. И если не смогу выплатить эти качества, то тогда эти качества отдадут мои дети, которые рождены от меня. И так будет происходить на протяжении всей моей кармы. Данный договор вступает в силу с момента его подписания, то есть с этого момента. Скажите, не очень приятно то, что я это прочитал. Вы понимаете, я порабощаю людей. Мне это нравится. Если человек является мошенником по отношению ко мне, то он фактически становится моим рабом навсегда. Мне нравится, что у меня воруют. На здоровье, друзья мои. Я хочу, чтобы многие проводили мои ступени. Согласен. Они зарабатывают деньги. Мне ничего от жизни не нужно. У меня все есть. Я хочу только пожить подольше, потому что я болел онкологией. Я заберу. Знаете, если человек молодой проводит, сейчас есть такие люди, которые проводят ступени, рассказывают мои практики. Так я согласен. Я просто предупреждаю, что я заберу время. Просто пока человек молод, он не сможет понять, что я у него заберу время. А я проживу дольше. У меня онкология за плечами. Я хочу жить долго. Я знаю, сколько я проживу. Но вы знаете, когда я начал это делать, и в тот момент, когда человек начал у меня воровать, то я начал просматривать свое будущее и начал видеть, что я становлюсь и дольше, и дольше жить буду. Понимаете? И у меня есть два качества, от которых я не откажусь, и которые я 100% заберу у такого эзотерического раба. Я заберу у него два качества. Первое качество называется качество везения. И второе качество – это качество чуть-чуть пожить подольше. Я хочу пожить подольше. Сколько стоит жизнь человека? Насколько он заработает? Вот за эти деньги я фактически куплю у него везение и фактически куплю часть своей жизни. Ну что, я за то, чтобы люди такие появлялись. Мне всегда приятно заключить такой договор эзотерический. Конечно же, я вам его не дам под запись и не расскажу, каким образом этот эзотерический договор заключить. Тем не менее, могу сказать, что я это делаю ежегодно, обязательно стригаю или состригаю тех людей, которые этим занимаются. В моей жизни были люди. Были люди, которые… Был Слава, который забрал сайт. Где сейчас этот Слава? Он все отдал. И поверьте мне, он хочет, чтобы этого ничего не произошло. Он считает, он там по бабкам ходит и там еще что-то делает в надежде, что кто-то от него уберет то, что я ему поставил. Я могу сказать вам, я являюсь одним из самых эффективных эзотериков на сегодняшний день на планете Земля. И могу сказать с уверенностью на 100%. Раньше люди писали, это дуй кашка, какашка. Я скажу дальше, не трогайте какашку, а то пахнуть будете. Серьезно, лучше не трогать. Даже в случае, если дуть туда, то все равно пахнет, вы понимаете. Я могу вам сказать, что я тот человек, который статично и стабильно и постоянно каким-то образом работает. Даже думать и дуть в мою сторону, это опасно для человека. У нас были даже такие случаи во время проведения морских курсов. Человек говорит, Андрей Андреевич, я к вам подключился, после этого за 4 дня чуть не умерла или чуть не умер. Почему? Не надо. Я же не напрасно здесь сижу, я понимаю, что я говорю. Конечно же, собрать везение. Почему я это не перекрываю? Об этом говорю, сейчас же в открытую это говорю. И когда люди говорят, я вам говорю, сейчас это дуйко, чик-пук и так далее. Да, друзья мои, вообще все равно. Могу сделать так, что человек от своей злобы захлебнется и будет болеть настоящим заболеванием. Расскажите подробнее о прослушивании шумов. Как можно, как нельзя, можно слушать в наушниках. Можно слушать в наушниках, но исключительно только с открытыми глазами. Я являюсь ученицей вашей школы. Подскажите, можно мне в этом году продать квартиру и купить дом? Получится ли это сделать все правильно? Получится. Мы с мужем хотим второго ребенка в 8 лет, ничего не получается. Врач диагноз никакой не ставит, заказала системы БАД. Скажите, пожалуйста, можно ли сделать практики и какие? Можете приехать на морской курс, я вам проведу практику зарождения ребенка. И после этого вы родите. Не было ни одного человека, у которого бы этого не произошло. Вы сейчас шутите, мы ученики, не мошенники, не хотим верить в такую месть. Простите всех и будьте, будет частью. А вы мне не обучаете, у вас своя жизнь, у меня своя. У меня хорошо получается работать с кодами для здоровья, пробовала на своих родных. Вы что думаете, я не заберу, если у меня кто-то ворует? Я добрый человек, но я справедливый человек. И в случае, если кто-то это делает, думая, что никто на это не обращает внимания, то этот человек исключительно ошибается. Я понимаю, что неприятно, я понимаю, что сейчас я выгляжу как человек мстящий, но я должен человеку сказать, что он что-то потратит. То есть человек обязательно потратит. Человек обязательно потратит. Конечно же, в это можно верить или не верить, но я скажу вам так, я буду более везучий и жить буду дольше. А вот тот человек, который это сделает, будет менее везучий. Возможно, он в жизни даже этого и не заметит, потому что проживет как его родители, а практики не будут работать и так далее. Но я же не просил этого человека становиться моим энергетическим рабом на всю жизнь. Ну, я же не просил. Если такое произошло, человек должен у меня попросить прощения, а также возместить мне ущерб в денежном эквиваленте украденных у меня денег. После этого, то есть нужно посчитать, сколько людей получило в складчину. После этого взять и собрать для меня складчину, взять этих людей. Пусть они мне оплатят эти ступени. Я готов. Оплатите мне эти ступени, я не сделаю вас, я не заберу у вас ваше счастье. Я даже для того, чтобы этого не было, выложил бесплатно, уже бесплатно выложил. Я знаю, что там обговаривается сейчас складч, не дуйко, не бойтесь и так далее. Очень напрасно. Коды на гармонизацию отношений пока не срабатывают. Скажите, пожалуйста, сколько месяцев нужно практиковать? Для того, чтобы коды начали срабатывать, восхищайтесь вашим мужем и восхищайтесь вашей женой. Также очень рекомендую использовать мантру «Ом модро», читая ее утром, почему, или вечером, находясь в своей квартире. Таким образом, тот человек, который рядом находится, начнет вас обожать. Кстати, я приглашаю всех завтра на участие в нашем сангая, который пройдет в обеденное время. Я его буду демонстрировать в своей квартире. Дальше, элементы эзотерики. Первый элемент эзотерики называется десятисвешник. Очень часто бывает, что человеку абсолютно не везет в его жизни. Для того, чтобы убрать невезение у человека, используется вот такой десятисвешник. Каким образом он используется? Вот в эти отделения вливается оливковое масло, после чего отрезаются маленькие ниточки, толстенькие такие, желательно из бечевки, веревка такая, так, чтобы они свисали. Вмакивается в это масло и после этого напитывается и поджигается аккуратно все 10 этих светильничков. После этого необходимо стоять сзади человека и необходимо от ног и до затылка сделать 10 движений медленных вот таких, вот с такой лампой. Что это сделает? Это уберет кармические привязки к невезению, к невозможности выйти замуж, к невозможности зарабатывать денег, к невозможности быть счастливой, к невозможности быть здоровой и так далее. Если так делать, то человеку становится сразу же легче, он чувствует внутреннее состояние спокойствия. Дальше. Если в лакшми, вот здесь божество лакшми нарисовано, если сюда налить небольшое количество меда, после этого в эти отделения налить оливковое масло, после чего вот сюда одеть веревочки и поджечь эти веревочки, чтобы они горели, и походить рядом с человеком или поставить рядом с собой на расстояние вытянутой руки, то обязательно обретешь в глазах противоположного пола везение и успех, а также удачу. Поэтому если женщина не может выйти замуж, сюда мед или варенье какое-нибудь наливается, после этого сюда наливается оливковое масло и зажигается, после этого ставится на расстояние вытянутой руки от себя, тем самым проводится такой обряд. Если в жизни не хватает денег, наливается арахисовая паста или молоко вот в это отделение, после чего здесь должен быть изображен ганеша, сюда наливается оливковое масло, поджигаются эти свечки и ставятся возле человека на расстояние вытянутой руки. Также в случае, если магазин плохо торгует, не везет у вас там с заключением договоров или еще чего-то, используется вот такой предмет. В случае, если не везет с противоположным полом или не везет с мужем или не везет с детьми, используется вот такой артефакт. В случае, если есть проблемы кармические, используется вот такой артефакт. По поводу палочек, хочу еще раз прорекламировать свои палочки. На этих палочках написана тибетская формула. Очень удивительные палочки. Основа их это натуральные лекарственные травы, которые имеют магическое воздействие на человека. Допустим, данная ароматическая палочка травяная, она связана с тем, чтобы помочь человеку в случае, если у человека есть нападения, неприятности энергетические, физические, а также тяжелые проблемы. Возжигание самой палочки дает человеку защиту и помощь при тяжелых проблемах, являясь для человека энергетическим элементом очищения. В случае, если вы болеете, в случае, если у вас есть отклонения психические, а также нервные состояния, рекомендую использовать данные палочки. Второе название – палочки ароматические травяные для привлечения большого количества денег и желаемого человека. Вы можете такую палочку возжигать, думать о человеке. Третья палочка – защита от любого зла. Если у человека есть неприятности, он думает, что кто-то его ненавидит, проклинает. Также тяжелейший период жизни. Зажигайте такую палочку защиту от любого зла. Для любовной магии. В случае, если вы кого-то любите, а также хотите, чтобы человек ответил вам взаимностью, используйте палочки, которые называются для любовной магии. Здесь есть описание этих палочек. Правда, мелким шрифтом обещаю шрифт увеличить. А давайте сегодня напишем быстренько, есть ли сейчас люди здесь, которые использовали мои ароматические палочки, и что вы можете по этому поводу сказать? Я пока почитаю. Я ученица из Актау, Казахстан. Получится у меня продать дом? Да, получится. У меня хорошо получается работать с кодами для здоровья. Пробовал на своих родных. А вот с кодами для торговли не очень. Почему так получается? Канал, видимо, закрыт. Обычно это вторая чакра. Может опять закрыть мою торговую точку? Да закрывайте. Зачем она вам нужна? Она вас не вдохновляет. Провернули сделку, отсудили. У меня квартиру моего умершего отца. Мы узнали об этом задним числом. Получится ли мне вернуть это на следство? Заранее спасибо. К сожалению, нет. Здравствуйте. Подскажите, как с помощью эзотерики убрать склероз сосудов нижних конечностей? Постараюсь сейчас ответить. Сосуды. Сейчас почитаем. Сейчас я читаю из книги, которая называется «Магические способы лечения человека». То, что попадется, вам все прочитаю. Для того, чтобы убрать коксартроз, необходимо вокруг бедер намотать металлическую проволоку из железа несколько оборотов по часовой стрелке на правой ноге против часовой стрелки на левой ноге. Закрепить скотчем носить несколько недель подряд. Дальше. Меланома ежедневно обмываться мочой коровы красного цвета. Аденома приставительной железы. Положить таз сырые куриные яйца в скорлупе. После этого босыми ногами давить яйца и держать ноги, перебирая ими. После этого делать это каждый день в течение месяца ежедневно. Дальше. Боли при менструации одеть на большой палец ноги железное кольцо, либо обмотать палец много раз черной ниткой. Боль исчезнет. Ага. Артериосклероз. Дошли все-таки. Это артериосклероз, когда у вас непроходимость конечности. Артериосклероз можно убрать, если широкой лентой зеленого цвета обвязать человеку грудь, не ноги, и не перетягивая обмотать несколько раз. С ней он должен спать и ходить несколько месяцев. Вот мы и дошли к артериосклерозу. Что сделать, чтобы не было артериосклероза? Обмотайте грудину зеленой тряпочкой. Сделайте это, чтобы можно было свободно ходить и живите с этим несколько месяцев. Ученик первой ступени. Что сделать, если человек не выполняет обещания? Рекомендую посадить его в бутылку по первой ступени. Четыре года назад похоронили дочь с мужем, развелись, как скоро закончится мое одиночество. На протяжении аж трех лет, вы представляете. Спасибо за ваши фото, которыми делитесь в социальных сетях. Андрей Андреевич, есть ли специальные практики для продажи дачи, на которой сгорел дом, несколько лет назад, или продолжить использовать практики для продажи? Самая лучшая практика – находить это все. То есть, подъехали к этой земле и говорят, ух ты ж, чья земля такая красивая, надо же, мне так нравится. Здравствуйте, спасибо вам за вебинары и ту информацию, которую вы даете бесплатно. Расскажите, пожалуйста, есть ли эзотерические способы лечения пореза голосовых связок? Есть эзотерические способы? Вы ждите мою книгу, и тогда вы сможете обязательно эти способы узнать. А просто так сейчас я читать это не буду. Ученица первой ступени, подскажите, пожалуйста, смогу вернуться к нормальной жизни, пойти работать? Ну, не быстро, но сможете. Как эзотерически поддержать своего ребенка во время сдачи экзаменов? В обновленной первой ступени я рассказываю, что есть процесс такой, он называется выпрашивание. Думайте о ребенке, говорите, мои ручки, мои ножки, пусть у тебя все примут этот экзамен, пусть ты будешь спокойным, пусть все к тебе хорошо относятся, и пусть каждая дверь к тебе откроется. Смотрите, она выложена первый день бесплатно, все остальное можно приобрести и просмотреть. Все, что вы спрашиваете, это все есть в обновленной первой, второй и третьей ступени. Проходите мои семинары, этих семинаров очень много, их там около, наверное, 50 или 70, это профессиональная эзотерика, не выманивайте у меня методы. На земельном участке уже на продажу с черной курицей, теперь он совсем не продается, а что делать? Ну, а я разве давал вам такой ритуал? Разве давал вам такой ритуал? Я такого ритуала с черной курицей не давал и не мог дать. Зачем вы проводили с черной курицей ритуал? Вы что, раввин? Андрей Андреевич, хочу уехать поработать в Чехию, но попался какой-то непонятный посредник, похоже, что хочет кинуть. Как же уехать, друзья мои? Ну, как же уехать? Ищите того, кто вас вывезет. Зачем вам Чехия? Живите в том месте, где вы живете. Человек не может быть счастливым, если в душе его счастья нет. Куда бы вы ни приезжали, все равно вы счастья не обретете. Поэтому обязательно обретайте счастье и нацеливайтесь на это, а не ищите место, где вы можете жить какое-то время. Будьте там, где вы живете. Андрей Андреевич, ваджа какого размера лучше всего? Как ни странно, чем больше ваджа, тем лучше. Вы представляете? Добрый вечер, Андрей Андреевич, хочу уехать поработать. Ответил, подскажите, как эзотерическим способом избавиться от мелких попелом по всему телу. Итак, сегодня я хочу вам дать эзотерические коды. Я специально для вас их выписал, сегодня я хочу вам их подарить. Я сразу же буду это записывать отдельно. Сейчас я включу вот такую вот программу у себя, которая будет это записывать мне на ноутбук. Дальше сделаю такое видео и это видео расширю бесплатно. А также сегодня вы в виде, наверное, уважения ко мне за те знания, которыми я поделюсь, обязательно разместите данное видео на своих социальных страницах. И после того, когда закончится данный вебинар, обязательно напишите свой отзыв и разместите это видео, которое сохранится на своей странице в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках. Я вам за это буду очень признателен. Тем самым мы увеличим количество людей, которые прикоснутся к идеям школы, а также будут иметь возможность прикоснуться к эзотерике. Сегодня же дал много вам советов. Итак, сегодня я хочу вам подарить коды, а также я буду каждую пятницу давать вам определенные эзотерические методы, которые помогут вам эффективно изменить свою судьбу. Я могу сказать, что данные методы будут работать со всеми исключительно, кто бы ими не занимался. Также я хочу еще раз намекнуть и сказать, что данные коды, а также та информация, которую я даю, она исключительно моя. Именно поэтому в случае, если кто-либо, а я искать этих людей не буду, это будет делать моя программа, которую я буду ставить. Тот, кто будет этим пользоваться для зарабатывания денег, обязательно будет отвечать эзотерически передо мной и будет становиться моим энергетическим рабом на всю жизнь. В случае, если он не отдаст мне эзотерически энергию, то он будет должен это сделать через своих любимых. Sorry, мои друзья, ничего сделать с этим не могу. Я это даю вам. Пользуйтесь вы, те, кто смотрит данный вебинар. Итак, чтобы выиграть суд, что необходимо делать? Необходимо сделать, я буду говорить ВВ, что обозначает вдох-выдох. Необходимо делать так, представлять ту цифру, которую я вам буду сейчас говорить. Вот смотрите, чтобы выиграть суд, это звучит так. ВВ, вдох-выдох, то есть выполнение практики, чтобы выиграть суд, делаю вдох-выдох, представляю перед собой цифру 5, после этого делаю вдох-выдох, и после этого вдох-задержку дыхания и выдох. Делаю вдох-выдох. И на выдохе приставляю девятку. Теперь делаю вдох-задержка и приставляю тройку. И приставляю перед собой цифру 3, делаю выдох. И на выдохе приставляю цифру 1. Давайте я вам теперь это дам медленно, чтобы вы смогли записать. Итак, вдох-выдох 5. Вдох-выдох, вдох-задержка, выдох, приставляю 9. Вдох-задержка 3. На выдохе единица. Если это делать на протяжении дня, 3 раза представляю, то вы обязательно выиграете в суде. Дальше, чтобы стать богатым и могущественным. Вдох-выдох, шестерка. Вдох-выдох 11. После этого приставляю 10. Дальше вдох-выдох, приставляю единицу. Вдох-выдох, приставляю сначала семерку. После чего не приставляю семерку, а приставляю шестерку. Дальше вдох-выдох, приставляю тройку. После чего приставляю 13 цифру. После этого 14 цифру и после этого делаю вдох и на выдохе произношу «ах». Если так делать на протяжении дня даже несколько раз, то вы станете на протяжении своей жизни очень быстро, богатым, влиятельным и могущественным человеком. Дальше. Чтобы в кошельке у вас водились деньги, нужно представлять цифры, о которых я сейчас скажу, прямо в вашем кошельке. Итак, первое нужно сделать вдох-выдох, после этого представить, будто вы представляете цифры, появляющиеся в вашем кошельке. Цифра 1, после этого вновь цифра 1, после этого вновь цифра 1, после этого вдох-выдох, цифры 7, после этого 9 и еще раз 9. После этого вдох-выдох, цифра 7, после этого цифра 7 и после этого цифра 9. Дальше, чтобы деньги вводились в сейфе, необходимо сделать вдох и выдох, и после этого представлять в вашем сейфе большие огненные цифры. 18, после этого 11, после этого 10, после этого сделать вдох-выдох, представлять цифры 8, после этого 9, после этого 10, после этого сделать вдох-выдох, представлять цифры 8, и после этого 8, и после этого 9. Дальше. Чтобы в вас влюбились, на груди необходимо приставить шестиконечную звезду огненную. Не в середине, а сверху шестиконечную звезду. И приставлять в этой шестиконечной звезды в середине появляющиеся цифры. Вдох-выдох 4, после чего 9, после чего 8. После этого вдох-выдох 5, после этого 2. После этого вдох-выдох 6, после этого 3, после этого 4. Дальше. Чтобы всегда быть богатым, перед собой необходимо приставлять цифры. Вдох-выдох, цифра 8, вдох-выдох, цифра 6, после этого цифра 7. Вдох-выдох, цифра 9, после этого 10, после этого 1. Вдох-выдох, после этого цифра 3, после этого цифра 4. Вдох-выдох, цифра 2. Дальше. Чтобы убрать невезение в судьбе, перед собой представлять цифры. Вдох-выдох, двойка, после чего девятка, после чего четверка. Вдох-выдох, после этого выдох, задержка дыхания, на задержке приставлять семерку, двойку, после этого вдох-выдох и без задержки приставлять 9, 5, 6, после этого выдох и на выдохе приставить девятку. Чтобы бизнес процветал, нужно произнести вдох-выдох, после этого цифру 4, после этого 3, после этого 8 в середине вашего помещения. После этого вдох-выдох 9, после этого 5, после этого 1, вдох-выдох 2, после этого 7, после этого 6. Вот такие эзотерические программы, их можно ставить, если вы знаете, как это работает. А я со временем, скорее всего, дам такой семинар, где дам 200 или 300 вот таких цифровых кодов, которые могут изменить человеку жизнь. Я надеюсь, что это было для вас интересно. Это в дальнейшем сможете еще раз остановить видео и записать с моих слов то, что я вам сказал. Итак, информация по кодам я дал, информация по четкам я дал. Информация по ароматическим палочкам дал, рассказал, как работают подсвечники ваджа, а также лингам. И рассказал о том, что у меня есть масло, которое делает человека привлекательным. Я же ничего не успела записать. Вам не нужно этого делать. Вы, когда закончится данный вебинар, переходите на мой канал в YouTube. И после этого найдите эту информацию и медленно под запись запишите то, как я тараторю. На работу стала ходить, как на эшафот. Сегодня приняла решение уволиться правильно. Переступить страх, как вы учили. Молодец. Сразу же наступило состояние спокойствия. А дальше будет подъем энергии. И поняла, что приняла правильное решение. Вы правильно поступили. Вы правильно решили. Четыре года назад похоронила дочь с мужем, пытаясь построить свой дом. Очень тяжело. Получится ли у них? Получится. Зачем вы много раз пишете это? Не нужно. Мы вам уже сострадаем и сочувствуем. Если много людей сострадает и сочувствует, будет плохо. Уважаемый Андрей Андреевич, еще раз спасибо вам за приз в конкурсе в потоке. Спасибо за вашу доброту и щердость. С уважением, Любовь Бачка. А, молодец, Люба. Она разместила 36 900 постов во время конкурса. Вы представляете? Очень рекомендую заходить в потоке. Это социальная сеть эзотерической школы Кайлас. Есть много эзотерических школ, но сеть эзотерическая у нас первая и, наверное, пока единственная. Самая эзотерическая из всех социальных и самая социальная из всех эзотерических. Только что поняла, что за инопланетянина я сфотографировала в зеркале. Это вы, но почему-то зеленые. Просто копия вас. Нос и губы. Отлично, спасибо. Женщина-врач и по долгу службы приходится иногда трогать трупы. Андрей Андреевич, чем это опасно для нее и для окружения? Кто с ней общается? Для окружения ничего. А вот ей будет тотально не вести, особенно с мужчинами. Дальше. Восхитий. Спасибо. Случайно представляла человека в стекле. Теперь его не вижу. Это могло сработать как метод отображения человека в зеркале? Как можно вернуть обратно? Я не понимаю, о чем вы говорите. Можно ли слушать мантры и использовать практики во время женских критических дней? Хотелось бы с уважением относиться ко всей информации, идущей от вас. Спасибо за ответы. Конечно. А теперь закончим данный вебинар тем, что я почитаю отрывок из своей книги, которая называется «Ваджарное сердце». Таня, можете мне дать данную книгу? Я могу сказать, что это моя любимая книга. Я к ней очень тепло отношусь. Я считаю, что данная книга – это кусочек моего внутреннего, наверное, этического, морального, какого-то мира. В этой книге есть проявившаяся моя забота, любовь, милосердие. Она мне очень нравится. Я эту книгу очень люблю. Она легко читается, очень необычная. После нее остается очень приятная послевкусие. А скажите, кто-нибудь читал уже эту книгу? Скажите свои чувства. Правильно я говорю, что когда ты прочитаешь эту книгу, то остается надолго послевкусие прочитанной книги. И хочется еще раз ее прочитать, а также хочется продолжения данной книги. Кто ее читал? Игорь, ты не прочитал еще, да, книжку? Пусть кто угодно скажет какую-нибудь цифру. Оксана, скажи цифру. 5. Ага, цифру 5, да. Мне, к сожалению, цифры 5 нету здесь. Здесь до, я скажу, до 93. Какую-нибудь цифру скажи. 37. Вот, 37. Сейчас я открою страницу 37 и прочитаю вам что-нибудь из этой книги. Человек пишет, Андрей Андреевич, на приобретение своего жилья есть цифры? Есть. Только задайте себе вопрос, почему я эти цифры вам должен дать? Что ждет Украину? Стоит ли делать загранпаспорт? Я могу вам сказать, до того момента, пока Дуйко находится в Украине, ее ждет счастье. И Украина заинтересована в том, чтобы такой человек, как я, находился здесь. Я говорю это серьезно. Я вам обещаю, что когда у нас в школе будет больше миллиона человек, я сделаю так, что территория Украины и России станут самыми лучшими на территории Земли, местами, где люди захотят жить и обожать эту жизнь. Но для этого необходимо большое количество учеников. Все в ваших силах, друзья мои. Распространяйте информацию школы, делайте так, чтобы о первой ступени знало очень много людей и в вашей карме появится возможность быть всегда счастливым. Я обещаю изменить ту ситуацию, которая находится в наших странах, какой бы президент ни был. Пусть Петя остается, пусть здесь будет два или десять этих президентов. Я вам обещаю сделать так, чтобы все изменилось. Пусть эта страна хоть что-то сделает для меня в тот момент, чтобы я хотел сделать что-то для нее. Именно поэтому я хочу вам сказать, если вас будет много, и я смогу этому уделять внимание, и я буду видеть ваши отношения к этому, то я смогу это все изменить. Просто так я не работаю. Особенность эзотерики. Итак, глава шестая. В жизни, если мы сопротивляемся чему-либо, мы всегда от этого страдаем. Даже если мы принимаем, то это нас перестает беспокоить. Как-то вечером после наших занятий учитель объявил, завтра Жигми, Улар, Лапсанг и Гялва идет за продуктами в деревню. Гялва, ты за старшего. Еще утром перед открытием храма вы будете стоять перед храмами с чанами для преподношения от прихожан. Очень рано утром, когда было еще далеко до открытия храма и утренней молитвы, меня и Жигми разбудил Гялва. Оказывается, перед тем, как выйти из храма, мы должны были подстрижены и вымыты. Монах на улице – это лицо нашего монастыря. Поэтому, выходя из монастыря, монах должен быть чисто вымыт. Монах должен быть примером для подражания для обыкновенных людей, сказал Гялва. Поэтому тщательно умойтесь, почистите свою одежду и свою обувь. Я буду ждать вас у входа в монастырь. Для многих людей раннее утро является единственным свободным временем для прихода в монастырю. А еще именно ранним утром, по покровам ночи, люди в знак благодарности приходят в монастырь продукты питания, одежду и деньги. Почему? Дело в том, что в китайском Тибете люди, делающие преподношение в храм, могут подвергаться преследованию полиции. Их могут лишить работы и подвергнуть насилию. Вот и происходит всю ночь у нас свой собственный страх и риск. Разговаривать с монахами во время пожертвований нельзя. Можно разговаривать лиц со старшим, но почему-то нам старше отошел по маленькому и очень зря. Мы встретили, мы выстроили шеренгу, где я был первый, и потом еще два и замыкал все жигме. К нам подошла очень молодая женщина с двумя своими дочками, очень молодыми, очень красивыми, хорошо одетыми. Каждому из нас она положила при подношении чай. После чего одна из ее дочерей остановилась рядом с жигме и начала с ним говорить. Хотя этого нельзя было делать. По уставу монастыря она не только с ним разговаривала, еще покрутилась перед ним, показывая свой наряд. После этого со всего размаха обняла нашего несчастного, одновременно счастливого жигме, рассыловала ее в обе щеки. После этого они ушли. Уже через несколько минут пришел Геалва, он не задавал вопросов, но никто ему ничего не говорил. Но жигме не было лица. Он так расстроился, перестал улыбаться, весь почернел от внутреннего переживания. Он полз сзади всех. Когда мы шли после утренней молитвы в город, на него не обращал никто внимания. Веси целиком был погружен в себя. Что с тобой, жигме? Влюбился, пытались мы шуткой подбодрить и подзадорить нашего весельчака. Но он молчал, не отвечал на вопросы. Купив все необходимое на рынке, мы отправились обратно. Жигме все время плакал. Мы не на шутку перепугались и начали спрашивать, что с ним. Но он отворачиваться и не хотел ни с кем разговаривать. Так мы были друзьями. Вечером жигме все рассказал. Когда он был ребенком, эта девочка жила по соседству с его родителями в деревне, откуда он родом. Но со временем они переехали в город. И вот сейчас, увидев его, она очень удивилась, так как не знала, что он монах. Когда они были маленькими, то очень дружили и любили друг друга. Зачем мне быть монахом, если я хочу быть обыкновенной, если я хочу обыкновенной жизни? Хочу заботиться о женщине, зарабатывать деньги, хочу хорошо одеваться и питаться. Не хочу жить по режиму, а быть свободным. Будда говорил, что быть монахом – это путь к свободе без страдания. Я чувствую, что у меня все наоборот. Я ее так любил и так люблю, говорил Жигме и очень плакал. Наш учитель собрал нас вечером. Конечно же, он все знал о Жигме, рассказал нам историю. Жигме, у тебя недавно болел зуб, не так ли это? Да, учитель. Когда он у тебя болел, тебе хотелось его потрогать и поковырять? Потому что казалось, что станет немного легче. Да, учитель. Тебе от этого было легче? Нет, учитель. У меня от этого он болел еще больше. Конечно, когда человек конфликтует и сопротивляется, у него всегда происходит обострение. Твой зуб перестал у тебя болеть, когда ты сдался и спокойно лег и отвлекся от боли. Так и в жизни. Мы от этого страдаем, если же принимаем, то нас перестает это беспокоить. Ты, Жигме, уже монах и дал обед. Не сопротивляйся этому, а просто прими. Так и скажи себе, я это принимаю, это часть моей жизни. Если ничего не может поменяться, не сопротивляйся, прими и получай от этого удовольствия. Это обыкновенная жизнь, просто принимай. Я понял, учитель, спасибо. Как мне ее забыть? Время и расстояние стирает воспоминания. На этом история с Жигме закончена. Вероятно, он принял себя монахом, так как больше никогда он не говорил на эту тему. Скажите, интересная книга? Вот такие две страницы этой книги я прочитал. Книга интересная. Она затрагивает вопросы любви. Затрагивает вопросы, наверное, каких-то внутренних качеств человека. Она добрая. Знаете, она про детей. Наверное, переживания такие очень необычные. Как можно приобрести книгу? Вы можете перейти прямо с этого сайта, нажав на кнопку сверху над этим видео, которая называется книги Дуйко. И приобрести эту книгу. Она с сегодняшнего дня продается. Называется «Ваджарное сердце». Скоро выйдет в свет вторая книга, которая называется «Аэропорт». И там будет продолжение данной книги. Как бы история номер два, история жизни Улара и так далее. Очень интересно. Купила ваши продукты тибетской формулы. Очень довольна. Изучаю ваши ступени. Пока бесплатные. Это не считается, что я ворую. Нет, не считается. Я очень хочу многому у вас научиться и помочь в первую очередь себе. У вас получится. Хоть я могу вылезти из этой долговой ямы. Не было еще ни одного человека, который бы не смог вылезти из долговой ямы. На этом наш вебинар закончен. Я еще раз приглашаю всех завтра посетить Сангая, где я буду проводить практики, которые я использовал в 44-м морском курсе. Это практики обретения материального благополучия. Также завтра мы все вместе поставим вот эти цифры. Я их поставлю в вас, вы поставите в меня. А также я объясню во время Сангая, почему это не получается у человека или почему у человека появляется давление во время того, когда он проводит эзотерические практики, читает мантры, там еще чем-то занимается и так далее. Я надеюсь, вам данный вебинар был полезным и интересным. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. С вами был Андрей Дуйко.